Помогут победить в схватке со временем старинным жилым домам разных народов Иркутской области. Постройки решено собрать в одном месте. Наш корреспондент увидел, где они разместятся и уже готов поделиться секретами дореволюционного строительства в традиционной рубрике «Про нас». Рассказывая о своих планах, директор этнографического музея под Иркутском Владимир Тихонов похож скорее на дорожного регулировщика. Но вероятно, что через пару лет без такого сотрудника здесь будет не обойтись. Ведь это чистое поле в несколько гектаров превратится в многонациональную деревню. У нас будут галендры, здесь две усадьбы. Усадьба украинская, усадьба белорусская. Они все отличаются по строительным традициям, потому что приезжали в основном крестьяне. Они везли свои строительные традиции, они являются носительными строительных традиций. Ну и татарские усадьбы с мечетью. А неподалеку от мечети католический костел и православный храм. Такое соседство вряд ли сможет кого-то смутить, ведь расположены культовые здания будут в разных концах деревни. Воссоздавать их планируют по фотографиям. Однако главными объектами станут народные усадьбы времен Столыпинской аграрной реформы. В начале 20 века в центральной части Российской империи возникла острая нехватка земельных наделов при значительном увеличении населения страны. В этой ситуации было принято решение массово переселять людей в дальние части государства, в том числе и в Сибирь. За период с 1906 по 1912 таким образом в наш регион попали около 10 миллионов человек разных национальностей. Оказавшись на новой земле, переселенцы первым делом занялись возведением домов. Однако климат Сибири совсем не соответствовал их строительным традициям. Например, белорусы привыкли жить в домах из тонких бревен. И с приходом зимы были вынуждены наскоро укрывать постройки соломой. Особенность вот этого дома, это дом бедного Голяндера, заключается в том, что мы у нас в Иркутской области таких домов практически не встречали. Он не сложен из бревен. А вот брался стоп, вкапывался, пас рубился и вот эти вот бревна, стены вставлялись туда. Такого мы не встречаем. Хотя и домом-то признать эту постройку получится не сразу. Все дело в том, что Голяндеры, польские и белорусские немцы умудрялись расположить под одной крышей сени, жилое помещение и даже скотный двор. Украинский дом больше похож на привычную русскую хату, но всегда исключительно белый. Сотни лет назад жители Незалежной таким образом защищали дома от перегрева на солнце. Все частные постройки, которые будут представлены в экспозиции, имеют один год возведения – 1912-й. Однако традиции строительства складывались намного дольше – столетиями. И если честно, сложно представить человека, который окажется равнодушным, попав внутрь такого дома. Я вот, например, оказавшись в украинском, сразу вспомнил о своих корнях. И захотелось петь песни на родном языке. Правда, мои вокальные данные не позволяют делать это публично, но не исключено, что песни на разных языках в этих домах будут звучать и не раз. Ведь внутри построек будет воссоздана атмосфера каждого народа, а сама деревня станет хорошим поводом для воспоминаний об общем прошлом. Павел Желудев, Сергей Полянский. Новости по будням.